Рано или поздно каждый сталкивается с такой ситуацией, когда кубик начинает крутиться с каждым днем все хуже и хуже, больше заедает, срезает угол не такой какой хотелось бы или даже может разлетаться. Постепенно мелкое недовольство перерастает в сильное раздражение, но есть очень простое решение данного вопроса. Обычно причина в том, что в кубике высохла смазка, либо сбилась настройка кубика. Кубик, как и любой другой спортивный снаряд, нуждается в обслуживании, а именно в настройке и смазке. Про настройку мы поговорим в другой раз, а в этот раз я расскажу, как правильно смазать кубик. Поехали! Кубик лучше всего смазывать специализированной силиконовой смазкой для головоломок. У меня это смазки фирмы Maru, Z-Loop, X-Loop и безымянная смазка в шприце из чистого силикона. Смазки делятся на два типа, это жидкие и густые. Если вы хотите ускорить ваш куб, то вам нужна жидкая, а если же ваш кубик слишком быстрый и вы хотите его немного замедлить, сделав более плавным, то тут нужна густая. Синяя Maru и смазка в шприце, это густые смазки. Белая Maru, X-Loop и Z-Loop, это жидкие смазки. Обычно я использую их, потому что мне надо сделать кубик более быстрым. Передо мной кубики Moyu Guanlong, абсолютно сухие внутри. Идеально подойдут для того, чтобы их смазать. Чтобы смазать кубик, нам нужно раздвинуть грани у кубика вот так и капнуть 2-3 капли внутрь механизма. Именно 2-3 капли. Это рекомендуемая дозировка для смазки от производителя. Если вы капните больше, у вас из кубика будет смазка вытекать и вы испачкаетесь. Если же ваш кубик очень сильно затянут, то сначала нужно его ослабить. После того, как вы капнули пару капель смазки в кубик, нужно хаотично покрутить его в течение 30 секунд или 1 минуты, чтобы смазка распределилась и попала на каждую деталь. Через очень короткий промежуток времени вы почувствуете эффект, и кубик начнет крутиться гораздо приятнее, чем до смазки. Такая жидкая смазка стоит от 100 до 300 рублей в зависимости от фирмы. Объем пузырька составляет 10 мл. Эффект от них, на мой взгляд, примерно одинаковый. Если смазывать каждый день, то смазки хватит на несколько месяцев. Лично я смазываю 1-2 раза в неделю, и мне смазки хватает на год. Принципы смазки густой смазкой точно такие же, за исключением того, что эффект будет другой. Кубик будет более плавным, а не быстро. Густая смазка стоит от 500 рублей. Это объясняется тем, что она более плотная, и расход у нее в разы меньше, чем у жидкой. Кстати, более опытные спидкуберы иногда смешивают смазки, чтобы добиться среднего эффекта между этими двумя смазками. Но что же делать, если у вас под рукой нет специальной силиконовой смазки? В таком случае можно воспользоваться автомобильной силиконовой смазкой. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, так как некоторые виды смазки могут сделать кубик только хуже, или даже разъесть пластик. Я раньше смазывал силиконовой смазкой High Gear. Именно эта смазка проверена временем, и если нет более предпочтительного варианта, то можно воспользоваться ей. Ее не так сложно найти в магазине, стоит она около 400 рублей. Процесс смазки происходит точно так же. Раздвигаем грань и пшикаем внутрь. После этого крутим кубик, чтобы смазка распределилась. Про другие спреевые смазки ничего сказать не могу, так как мне они не встречались. Советы. Избегайте прямого попадания солнечных лучей или тепла на куб, так как смазка теряет свои свойства. То же самое касается и холода. Не используйте непроверенные смазки или другие вещества, не предназначенные для этого. Вазелин, подсолнечное масло и так далее. Если соберется много лайков, например 500, я могу смазать чем-нибудь и показать, что произойдет с кубиком. Не разбирайте кубик механически и не давайте никому разбирать после смазки, так как вы вытираете смазку. Смазывайте кубик регулярно и только по необходимости, и тогда он прослужит вам гораздо дольше. Если вам понравилось данное видео, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, это очень важно для развития канала. В планах много разных видео на тему головоломок и обучающих материалов. Также подписывайтесь на другие соцсети, группу ВКонтакте, Телеграм-канал и Инстаграм. Время от времени я в Инстаграме выкладываю классные фотографии. Уверен, что вам понравится. Кубики и смазки вы можете приобрести в интернет-магазине ProKuber. Все ссылки будут в описании под видео. Предложения, пожелания или вопросы пишите в комменты. Я регулярно их читаю и отвечаю. Также не забудьте написать в комменты, чем мне попробовать смазать кубик. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok